всем привет вы на канале наша жизнь в америке сегодня у нас распаковочный влог из продуктового магазина давненько у нас таких не было и в общем-то ну месяцев 6 точно этого не было и в общем-то случайно можно сказать благодаря карантину мы можем сказать бродили по магазину в поисках продуктов потому что ну да какие-то полки стали более голыми где-то стало более пустое в общем мы с маришка их случайно наткнулись на глазированные сырки в магазине волмарт до сих пор можно сказать 6 лет подряд мы думали что это чисто русский продукт который можно купить только в джонсе по мега завышенной цене наверное они там поскольку зай по доллар 10 там или по доллар 25 надо но в общем не меньше доллара это точно но по моему доллар с какими-то копейками и мы несколько раз покупали антоша вспоминал этот вкус с удовольствием потому что ну это тот вкус который он узнал в беларуси и в беларуси дети не так много узнали вкусов особенно сашка вообще ничего не узнал можно сказать вот и для них это тоже какие-то воспоминания как и для нас есть какие-то воспоминания и вот мы случайно в волмарте натыкаемся на глазированные сырки хотел сказать одно хитрое название на нем чуть чуть попозже вот и значит покупаем эти сырки по доллару а потом через несколько дней уже когда мы были всем складе опять точно так же случайно и благодаря тому что полки стали полу пустоватые стали больше видны какие-то другие товары и опять же когда мы ну спокойно ходим никуда не торопимся потому что последний последние полгода у нас магазины были все время бегом если я ходил один то это тоже было бегом как бы не искал не изучал никогда мы не смотришь к не смотрели ничего так вот брали то что есть то что нам надо ну вернее не то что есть а то что надо у нас есть отработанная схема определенная и вот так и было а тут мы такие раз и вот это вот чудо стоит прямо так сказать перед нашими глазами это называется базированный сырок по-американскому и очень выгодная цена 9 48 за 12 штук а в волмарте одна штука стоит доллар и вот значит что по цене если в этот сырок стоит доллар а по-моему или доллар 10 или доллар 25 то в волмарте он стоит доллар а в сэмсклабе 12 сырков стоит 10 долларов то есть получать самая мега выгодная цена и что и давайте наверно распаковывать и смотреть так значит вот эта коробка из сэмсклаба как я вам сказал здесь лежит 12 сырков они будут 6 ванильных 6 клубничных так что мы здесь еще видим они завернуты в шоколад это круто так 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 оказывается это греческий йогурт а мы думали что это глазированные сырки так значит в них будет 8 грамм протеина 140 калорий в каждом как я вам сказал 12 штук и давайте вот смотрите значит по нутришим фактам и всяким составляющим значит что ванила что клубничные будут по 140 калорий один сырок 50 грамм значит вот то что они содержат я вам сейчас приближаю и вы все это видите сахара 10 грамм это нормально наверно и вот ингредиент из которых они так сказать и собраны собственно говорит так ну что еще у нас на коробке это обратная сторона это еще одна сторона вот здесь можно почитать это каширная еда это глютен-фри это живые активные культуры но в смысле бифидобактерии всякая там шляпа сделано у нас продукты осей то ну что еще что еще ну и собственно все и есть у нас еще срок годности экспирейшн д джун 21 2020 то есть их надо съесть до конца грубо говоря июня чем мы сейчас и займемся так ну что раскрываем держатушку до что еще хочу показать на коробке с этой стороны написано написано что это его актуальный размер но я не думаю что это его актуальный размер мы конечно сейчас сравним просто когда его достаешь из коробки то он очень маленький в коробке еще одна коробка так эта коробка вылетает так значит у нас есть ванильный и у нас есть клубничный ну что давай как нибудь откроем где мы даже а вот у них тогда его можно сказать что догадался давай так и вот в таком боксе ты можно их прямо и хранить холодильнике если они успеют туда дайте это отрываем красиво вообще все нарядно получается так ну вот сейчас мы посмотрим ну да актуальный размер конечно если его растянуть то может быть и сравнить его можно с тем что нарисовано но дело в том что когда мы его оттуда достанем он конечно совсем маленький ну прям как нарисовали так мы сейчас будем доставать я начну то что уже приготовим клубничный давай еще сделаем маленькую садку вот себе медаль вот такая за открывание коробки инструменты ну вот собственно сам сам сырок немножко солнце мешает нам так ну давай делаем вскрытие готово нет это часть мы должны мы клубничные открыли и диванильный почему выезжу клубничный ну давай я сможем ты хочешь я сам то что нам расскажет как это вкусно может целый не надо было сразу с кофейком так ну в общем вот такой клубничный выглядит он розовым чуть-чуть очень вкусным очень вкусно и не чуть-чуть расскажи что ты чувствуешь вот такие мороженое шокол а что тебе не нравится ощущение во рту хотя мне не нравится шоколад чуть-чуть очень легко умается если шоколад был как внутри антоша наверно не совсем понимает о чем я спрашиваю а я не знаю как правильно сказать спросить чтоб не подсказать ему я уже не помню как были те сырки которые мы кушали в беларуси но наверное скорее всего было ощущение то же самое то есть когда его кушаешь он как бы прилипает к языку и к нему у тебя нет такого ощущения у тебя с этим проблем нету проблем нету но я не ищу все чтоб оно мне ну давай вот сейчас мы начнем ванильный попробуешь и расскажешь то есть вот мне его есть комфортно конечно лучше запиваю кофейчанским потому что он как-то немножко прилипает к сожалению шоколадик сломался поэтому забрать так упс ну вот такой вот беленький ванильный вкус он конечно на телефон передать мы не можем к сожалению но это вкусно манил вкусня у меня я попробую как ты вот так полных втюблен вот скажи слепается рот или нет есть такое ощущение немножко чуть чуть как будто липнет да вот я про это и говорил поделитесь в комментариях кто это чувствует потому что мне кажется что и какое имя бренд да мне кажется что это присутствует что это есть с белорусским сырком или с русским вот ну и делитесь какие вкусы какие цены нам бабушка сказала что в принципе можно купить где-то по моему дам от 40 копеек в беларуси сейчас срок вот ну в общем 50 грамм это мало а 140 калорий на 50 грамм это много на самом деле потому что по-хорошему чтобы их покушать так надо штучки 4 скушать а это получается полудневной запас калорий и да вот ну в общем вот такой вот маленький распаковочный попробовочный влог нашли белорусский можно сказать русский продукт а мы не сказали самое главное в общем когда мы эти сырки принесли первый раз из джонса это уже было давно и мы не помним когда вот попробовали сашка вообще не воодушевился антоша вспомнил и сказал закупить ему таких очень много катарина поела поела что-то так скажем ни рыба не мясо вот и потом их у нас очень долго не было а потом вот мы принесли их из волмарта и значит когда второй раз катаринка захотела их достать из холодильника она сказала не могу ли я достать из холодильника русский сыр русский сыр в общем теперь у нас глазированные сырки в доме называются русским сыром за и какой у нас еще на такое название веселое есть там сашка придумывает на что-то колбаса на такого вот типа но русского сыра такого перекрученного совсем нет колбасу сашка называл колбаса раньше вот ну в общем а усики у нас еще есть картошка жареная которая готовится ну картошка фрайс она называется у нас усики ну смотрите распаковочные влоги там увидите и покупайте русский сыр с ним весело а вы были на канале наша жизнь в америке пишите ваши вопросы задавайте вернее пишите комментарии задавайте вопросы и увидимся в интернете до встречи бай-бай пока пока а